Ку-ку-плей! Цветные батончики с тестом. Пришлось переложить их в другие коробочки, чтобы не засохли. И кое-что уже наклеил. Вот дисплей на наши весы. И вот такую вот серенькую штучку на кассу. Давайте соберем ее! Так, посмотрим. Здесь у нас вот такая вот штучка. Наверное, она вставляется вот сюда. Попробуем. Так. Ох ты, как интересно! Ну и какие же весы обойдутся без корзины? Все же нужно принести в корзине, поставить рядом. Ну и унести все домой в сумочке. Вот вам, пожалуйста, сумка. И обратите внимание, что всюду, всюду здесь вот такие вот формочки. И на корзине, и на самих весах. Вот. И здесь, и даже с обратной стороны дисплея. А вот тут вот какая-то странная формочка. Выпуклой формы. Давайте нажмем на нее. Ого! Тут еще и деньги внутри. Вот сколько у нас бумажных денег. Совершенно разного достоинства. Так. Еще тарелочка. И очень много разных формочек. О! Вот такой вот валик для раскатывания теста. Похож на скалку. Щипцы для того, чтобы брать что-нибудь. И самое интересное, вот такой вот шприц. Конечно, это не медицинский шприц, а шприц для выдавливания теста. К нему есть вот такие вот насадки. Что хочешь, то и выдавишь. Вот, например, попробуем выдавить. Сначала возьмем немного красного. Выдавливаем. О! Это же настоящая мясорубка и фарш. Так, лопаточка как раз пригодилась. Так, доведем дело до конца и отрежем наш фарш. Вот, можно лепить котлетку. Ну, а теперь положим тесто совершенно другого цвета. Оставим ту же насадку, и получится совершенно другое блюдо. Так, берем вот такой вот желтенький, заправляем его в наш шприц, закрываем и выдавливаем. Напоминаю, из той же самой насадки. Внимание! И у нас уже с вами не фарш, а самые настоящие спагетти. Так. О, горяченькие. Только что сварились. Ну, а теперь давайте поменяем насадку и сделаем вот такую вот звездочку. Положим внутрь розовый цвет, розовое тесто. Внимание! Только уже положим не на тарелочку, а в такую чашечку. Подавливаем. Смотрите, какой красивый цвет. Цвет жвачки. И вот что у нас получилось. Такой прекрасный стаканчик с мороженым. А мороженое со вкусом жвачки. Ммм! Ломаем наши спагетти. Раз, два, надавливаем, вытаскиваем. И у нас вот такой вот прекрасный кусочек сыра. Прямо как настоящий, ребята! А теперь у меня возникла идея. Раз есть сыр, можно сделать чизбургер. Чиз – это сыр по-английски. Главное – сделать основу. Вот такой вот хлебушек с одной стороны, с другой стороны. Теперь самое главное для бургера – это котлета. Вот такая котлетка у нас получилась, ребята. А теперь давайте положим на булочку котлеточку. О, как красиво! Еще вот такой большой кусочек сыра. Чего-то нам не хватает. Листика салата. Опять же, вот так немножечко надавливаем и снимаем. Кладем его сверху на сыр и закрываем булочкой сверху. Посмотрите, какой чудесный бургер, чизбургер у нас получился. Хочется съесть. Правда, нельзя. Можно только понарошку. Ам, ну вот, ребята. А теперь остается самое интересное. Только убраться. Ну ничего, мы еще обязательно поиграем. Пока. Еще увидимся. Ребята, я сегодня хотел узнать, сможет ли синий трактор полететь. Хоп, тяжеловат. Хоть и деревянный. Думаю, что по реке он бы поплыл. Нет, нужен материал полегче. Та-дам! Что легче дерева? Бумага. Она ведь тоже из дерева делается. А вот вам синий трактор. Ну что, попробуем запустить? Нет, тоже не то. Чуть дольше летело, чем деревянный трактор. Но все равно упало. Нужен материал еще легче, чем бумага. Фу! Воздушный шарик. Тонкая резина. Попробуем. О! Смотрите. Попробуем надуть. Еще чуть-чуть. Теперь завяжем. Так, интересно, полетит он или нет? Хм, попробуем. Поехали. Нет, даже и шарик, а все равно падает. Немножко подержался в воздухе и упал. Наверное, потому, что я надул его ртом, а не насосом. Мы ведь выдыхаем углекислый газ, а он тяжелее воздуха, поэтому шарик падает. Давайте попробуем надуть шарик воздухом. Так, ребята. Вот насос, вот шарик. Поехали. Надуваем воздухом. Ну, ребята, завязываем. Этот шарик мы надули воздухом. Интересно, воздух тяжелее воздуха? Ха-ха. Я думаю, что проверим. Поехали. Хм, опять лопнул шарик. Может быть, нужен насос помощнее. О, велосипедный насос. Думаю, подойдет. Ну, и возьмем материал немножечко попрочнее. Вот он, шарик. Правда, не знаю, из чего он сделан. Ну вот, готово. Осталось только запустить шарик в небо. Ну, лети. Ну-ка. О, чуть не улетел. Ветер поднялся. Подождите. А если использовать ветер? Ну, и материал нужен все-таки полегче, чем этот шарик. Воздушный змей. Знаете, как он работает? Он держится на ветру, как парус. Попробуем запустить катушка, леска и змей. Поехали. Летит, ребята, смотрите. Я держу ветер. Все понятно, ребята. Наверное, даже наполненный воздухом шарик тяжел, потому что этот материал тяжелее воздуха. Чтобы шарик полетел, его нужно наполнить специальным газом, гелием, который легче воздуха. Вот тогда он и полетит. Вот видите, ребята, нам все-таки удалось запустить синий трактор в небо. Хоть и нарисованный. Пока, еще увидимся. Понравился мне змей. Привет, ребята. Вы никогда не видели бургер размером с наперсток. Вот он какой маленький. Правда, он мармеладный. О, какие продают. Наверное, можно было сделать настоящий, только очень маленький. Бывает и посудка маленькая-прималенькая. Куда можно положить этот бургер? А можно даже заварить чай в маленьком крошечном чайничке. Как будто бы для мышки. Я уже так заваривал и даже пил чай из маленькой кружечки. Ммм. Но мне всегда хотелось узнать, можно ли пожарить яичницу в ложечке. Ой, ну как же это сделать? Смотрите, какое блюдечко маленькое. А ведь яичница даже из одного куриного яйца сюда просто не поместится. Яйцо огромное. Ну, для этого мы с вами используем яйцо перепелиное. Оно маленькое. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Так. О, какие они маленькие. И забавные. Смотрите, какие они пестренькие. Смотрите, какое маленькое яйцо. Как раз таки с чашечку размером. Хотя я думаю, ложечки-то тоже разные бывают. О, какая большая. Думаю, даже два или три куриных яйца можно было в ней попробовать пожарить. А вот страусины, я думаю, сюда не поместилось бы. Теперь наше перепелиное яйцо нужно помыть. Ну вот, готово. А теперь вот вам и ложечка. Думаю, такая столовая ложка подойдет. Так, продолжаем. А, на чем же мы будем жарить? Ну, на огне, конечно. Только вместо печки, она ведь большая, используем маленький огонь. Огонь свечки. Теперь свечку нужно сделать устойчивой. Куда-то поставить. О, прямо в ячейку коробки. Думаю, так будет стоять. Подождите, мы снова что-то забыли. Если яйцо разбить прямо в горячую ложку, оно просто прилипнет. Нужно ложку чем-то смазать. Надо взять масло и добавить немножко, либо сливочное, либо растительное. И растопить его. О, как это. Топленое масло. Тут так и написано. Топленое масло. Так, семь раз отмерь, один раз отрежь. Есть такая пословица. Это значит, все нужно хорошо продумать. Итак, если мы будем жарить здесь, на... О, у нас же не три руки. Ребята, нужно вначале разбить яйцо в какую-то плошку, а потом уже выливать его в ложечку. Иначе мы не сможем держать ложку, одновременно разбивая яйцо. Давайте возьмем вот такой пластмассовый ковшичек, которым кофе накладывают в кофемашину. Теперь возьмем яйцо, ножик и будем разбивать. Мне нужно быть очень осторожным. Так, вот оно какое. А теперь открываем. Ух ты, получилось. Скорлупку выбрасываем. Вот, посмотрите, яйцо уместилось прямо в этой маленькой ложечке. Вот как. Итак, продолжаем наш эксперимент. Свечка у нас стоит. Теперь нам нужно ее зажечь помощью зажигалки. Ну, такое делают только взрослые. Итак, наша маленькая печка готова. Теперь нам нужно немножко масла и ложку. Масло нужно совсем немножко. Хоть оно и топленое, оно сейчас в твердом состоянии. Сейчас мы поместим ложку над свечкой, и оно будет таять. О, смотрите, таять начало. Очень хорошо тает. Думаю, пора бросать яйцо. Вот, так распределим масло по всей ложке. Это наша игрушечная сковородочка. Масло нагрелось, сейчас оно будет кипеть. Главное не передержать, а то оно сгорит. Итак, ответственный момент. Бросаем яйцо в нашу ложку. О, смотрите, ребята, наша яйцница уже получается. Как красиво. Вот, масло уже шкварчит. Вот такая вот яйцница для мышки, наверное, получается. Вот. Яйцница глазунья. Так, масло уже шкварчит и вытекает. Пора убирать, яйцница готова. Теперь пора потушить огонь. Итак, давайте подложим маленькую салфеточку, чтобы немножко не намусорить. Теперь берем нашу игрушечную сковородочку. Ножичек. Вот она, какая красивая яйчинка получилась. Теперь аккуратно отправляем ее в тарелочку. Ой, подождите, ребята. Мы еще кое-что забыли. Мы забыли посолить. Только, наверное, не такой большой баночкой, а поменьше. Яйчинка-то у нас в ложечки поместилась. Солим. А вот и мышонок. Мы его сейчас угостим. Только подождите, давайте как-то оформим красиво. С хлебушком яйчинку сделаем. А можно еще интереснее сделать. Давайте сделаем с вами так. Два вот таких вот квадратика. Раз и два. Теперь положим на хлебушек, на один квадратик хлебушка, нашу яйчинку. Вот так. Маленький листик салата оторвем. Положим его сверху. Ну и закроем все хлебушком сверху. Вот так. И что же у нас получилось, ребята? А получилось... О, давайте вот с этой стороны будет видно. А получилось у нас настоящее вкусное блюдо. Маленькое. Вкусный сэндвич с яйцом. Только очень-очень крохотный. Для мышонка. Спасибо, что помогли мне, ребята. И приготовили вместе со мной настоящую яичницу в маленькой ложке. Пока. Еще увидимся. Однажды мальчик оказался на берегу моря. И увидел что-то очень интересное в песке. Ой, что-то блестит. Может быть, это сундук с сокровищами? Или сами сокровища? По-моему, это золото. Посмотрим, что это. По-моему, мальчик нашел волшебную лампу. Ха, интересно. Что же с ней делать? По-моему, в сказке было написано, что нужно ее потереть. Так, как это делается? Попробуем. О, смотрите, что это? Из лампы пошел дым. Это точно волшебная лампа. Ой, спасибо. Спасибо, что освободил меня. Тысячу лет я просидела в этой лампе. Теперь тебе, мой освободитель, я хочу сделать что-нибудь хорошее. О, ничего себе. Вот это да. Спасибо. Ты можешь пожелать себе три волшебных предмета. Время пошло. Интересно. Мальчик помнит, какие есть вообще волшебные предметы? О, сразу и не вспомнишь. Так, волшебная шляпа. Ох, сделано. Ой, спасибо. Еще, еще что-нибудь. Волшебная палочка. О, сделано. Ну, давай еще что-нибудь третье. О, да я не знаю. О, сразу так и не вспомнишь. Ну, давай еще одну волшебную палочку. Только вот запомни, они все одноразовые. Так, чего бы мне пожелать? Ну, чего-чего? Хе-хе, денег. Хочу, чтобы было много денег. Так, где у меня волшебная шляпа? Так, посмотрим, что-то там внутри. О, о, ой. Что это? Хе-хе, какой-то пистолетик. Ну-ка, дай посмотреть. Хе-хе. Вот это да, ребята. Наверное, какой-то волшебный пистолет. Попробуем нажать на спусковой крючок. О, что это? О, ребята. Оттуда вылетели рубли. Эти тысячные купюры, самые большие. Ого, классный аппаратик. Хе-хе. Ого, куча денег. Так, у меня же есть еще волшебная палочка. Можно пожелать такой же аппарат, только чтобы делал доллары и евро. Хе-хе. Ну, поехали. Раз, два, три. Воп. Вау. Ух ты. Ха. Еще одна такая штука. Приготовились к выстрелу. А-а-а. Ого, смотрите. Это же евро. Купюра по пятьсот. Еще одна. А это доллары. Хе-хе. Я теперь крутой. У меня две уникальных пушки. Подождите, ребята. Кажется, я кое-что понял. Э-э. Это же игрушечные деньги. Вот здесь написано сувенирная продукция. А здесь пять тысяч дублей, а не рублей. Билет банка приколов. Ну вот. Хе-хе. Посмеялась надо мной фея. Я ее освободила, а она... А может быть ты неправильно загадал желание? Захотел легких денег? Как деньги берутся, а? Нужно работать. И тогда заработаешь деньги. Работать? Хе-хе. Подождите. У меня осталась еще одна волшебная палочка. Кажется, я знаю, что надо пожелать. Раз, два, три. Ух ты. Получилось. О, что это, ребята? По-моему, это инструменты. О, привет, синий трактор. Что это с милой? Я ударилась о кочку и сломала ось, на которой держалось мое колесо. Ха-ха. Мальчик, только ты нам сможешь помочь. Я смотрю, у тебя инструменты, которые нам нужны. Ух ты, как здорово, что я их пожелал. Они как раз пригодятся. Ну вот видишь, хоть одно желание, но загадал его правильно. Так, ну, поехали на стоянку. Я вас починю. А потом мальчик вырастет, начнет работать и зарабатывать себе деньги своим трудом. Ему не понадобится волшебный пистолет. Пока, ребята, еще увидимся.